уважаемые подписчики зрители моего канала всем добрый день с вами я борис мой канал сегодня мы будем устанавливать в этот двигатель поршня есть у нас колечки они ремонтные на 050 первую очередь что мы делаем мы раскладываем кольца по цилиндрам потом будем их измерять у нас здесь есть надписи топ это самое верхнее кольцо здесь написано секонд это второе кольцо 2nd как говорит вовка и flex triflex 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 это масло съемные сейчас раскладываем у меня под низом стоит стульчик на него будем укладывать колечки экспандером в принципе все равно какое кольцо она будет даже занимать внизу четыре колечка раскладываем 1 2 3 4 4 экспандера потом с кольцами также здесь у меня кольцом поршневого слоя съемное она сборная состоит из трех колец то есть экспандеры два кольца составной скажем так раскладываем их по поршням будет выглядеть и туда сейчас все колечки разложу с масло съемными закончили теперь нам разложить второе кольцо компрессионное также пока без разницы нам потом когда померяем посмотрим и также с первым кольцом сейчас их разложу и будем измерять все кольца измеряются в этом моторе на глубине 110 миллиметров книжка нам гласит что 5e мотор первое компрессионное кольцо номер один номинальный зазор в замках должен быть 026-048 максимальный 107 сейчас мы вовсе поршня разложим первые кольца и будем измерять не зазоры нас интересует от 026 до 048 так как мотор точеный и поршня у нас новые кольца у нас ремонтные значит с зазорами должно быть все нормально но мы должны проверить для того чтобы зазоры не были менее чем 026 иначе его при нагреве начнет заклинивать закусывать и мотор может заглопнуть глубина на которой поршни проверять равна 110 миллиметров чтобы 110 миллиметров узнать мы измеряем наш поршень 0 2 но это не особо имеет поршень 58 миллиметров высота 58 теперь 58 добавить еще 52 и у нас будет 110 то есть у нас должно быть 52 миллиметра затягиваем теперь берем каждое кольцо первое мы знаем что это вот первое на нем написано топ и 05 это его ремонтный размер вставляем колечко туда берем поршень и пропихиваем аккуратненько и измеряя сразу же глубину 110 миллиметров будет 58 плюс 52 сейчас мы выставим 110 миллиметров чтобы проверить и убедиться в том что вы правильно все сделали затягиваем наше поршневое колечко то он там глубоко стоит и проверяем соответственно наша глубина 110 чуть-чуть уже там наполнили метрик ничего страшного мы можем перепроверить наш замок вон там у нас есть щуп 025 026 нету 025 проверяем 025 подкусывает то есть надо будет подточить его очень туго но лезет все равно надо подточить для того чтобы подточить кольца у меня есть вот такая машиночка это или пневматический надфиль чтобы точно точкануть цилиндрики маленькие рука тут или лазит теперь нам вас позиционировать таким вот образом аккуратненько ровненько чтобы ничего не перекосило и подтачивать включаем надфиль здесь он включается поворотом ручки вот написано он офф чуть-чуть поворачиваем ссылочки будут в описании и потихонечку подточиваем его много не надо чуть-чуть совсем нас интересовало чуть-чуть десятая доля миллиметров сотая все измеряем установили кольцо также на 110 миллиметров 025 еще взяли и он еще туго лезет то есть мы сточили совсем чуть-чуть но опять же тут такой 025 еще написано в германе но что-то я ему не доверяю лучше старый совдеповский щуп возьму обратно который больше гарантий что поточнее показывает проходит но туго подкусывает еще подтачиваем еще немножко подточили 025 щуп спокойно проходит ничего нигде не задевает следовательно 026 у нас есть но плотно то есть и если чуть-чуть взламывать начинаем щуп он уже не идет идеально так скажем следующим кольцом с первыми пальцами поборолись теперь на вторые кольца по вторым кольцам у нас написано что второе кольцо должно быть 030 057 это у нас максимальный один миллиметр две сотки теперь у нас вторые кольца также пойдут главное не забывать откуда какое берется первое кольцо у нас стальное второго у нас вроде как чугунное должно быть устанавливая все четыре кольца а также пропихиваем на то же расстояние и измеряем зазор все это делается осторожненько чтобы не поцарапать цилиндр и к цилиндру не сломать кольцо первые кольца мы толкали одним поршнем чтобы его не зашоркать берем другой поршень и также проталкиваем все это хотя в новом двигателе свежепроточенном можно так глубоко не пихать все было бы с точностью и здесь чем глубже поршень пролез тем он точнее сделал пропихнули измеряем 030 пробуем четвертом маленько падают еще лезет но потом подправил нормально 3 тоже хорошо во втором отлично и в первом второе кольцо везде у нас отходит по нормам отлично сейчас возьмемся замыслосъемные берем по одному колечку с каждого цилиндра зазор у нас минимальный 013 эти кольца мы пропихиваем опять следующим поршнем маленькие тоненькие сопротивление большого не дают поэтому надо аккуратненько 013 050 013 у нас нету у нас есть 015 конечно можно 05 и 007 005 007 как раз будет 013 но два щупа толкать это бесполезно 015 возьмем и будем проверять тоже подзагнутый подправить 015 проходит отлично нам идеально повезло наши колечки прорезли теперь я взял щупы обратной стороной их просто выдергивать буду один ложит и одно сразу же брать потому что и два одинаково чтобы не перепутать пропихиваем четвертым поршнем чтобы каждый поршень имел немного трений на сухую без смазки смазку ложить нельзя потому что между кольцом и цилиндром будет смазка щупочек щупочек 015 опять проверяем проверяем 1 все все колечки у нас отошли теперь будем устанавливать их на поршня поршень очистил все готово теперь нам надо одеть на него кольца это будет у нас первым поршнем для того чтобы одеть нам кольца нам понадобятся специальные плоскогубцы для установки и съема колец выглядят они таким образом так без кольца они не работают но с кольцом я покажу как работают что еще нам понадобится нам понадобится масло книжка в которой написано как устанавливать кольца какие в каком месте и через сколько у них будет разворот замков на поршне у нас имеется метка здесь у нас просто стрелочка что это перед здесь у нас на шатуне . это тоже перед и на нижнике тоже вот точечка имеется это перед нижний шатун и нижняя как сказать крышка шатуна они у нас чтобы устанавливались точно и правильно здесь существует такая метка циферка буковка неважно она разделена пополам то есть одна половина здесь вторая на нижней части то есть чтобы не перепутали от других шатунов не могли выткнуть и все то есть от этого шатуна вот она вот так выглядит здесь у нас штуна в сборе весь сейчас нам надо установить кольца по книжке книжка нам говорит что метка у нас по книжке будет назад потому что здесь так нарисовано и нам так будет удобнее сейчас нам надо найти сначала экспандер масло съемного кольца смотрим здесь у нас 1 компрессионное кольцо номер 2 2 расширитель масло съемного кольца 3 верхний скребок масло съемного кольца 4 компрессионное кольцо номер 1 5 метка перед 6 нижний скребок масло съемного кольца так смотрим 2 расширитель масло съемного кольца то есть он у нас смотрит на метку вперед то есть вот здесь будет у нас расширитель масло съемного кольца это первый поршень у нас берем наши колечки с первого поршня расширитель выглядит таким образом и устанавливается расширитель у нас на метку перед он у нас ничего сложного себя не представляет поэтому мы спокойно заводим здесь вот мы видим у нас вот таким образом выглядит замок все мы его поставили ровно по метке теперь нам надо прочитать какой будет нижний скребок маслосъемного кольца 6 нижний скребок маслосъемного кольца циферка здесь шестерка берем также колечко у маслосъемных колец нету никаких меток они с обоих сторон одинаковые то есть разница что так что так нет нет разницы смотрим где у нас вот 6 метках значит у нас нижний маслосъемный скребок таким образом заводим колечки мягенькие с ними ничего не случится а вот верхние пальцы которые комборсионные с ними надо будет с помощью щипцов промазали поставили наверх надо нанести или вставляем и аккуратненько заводим смотрим перехлестнулся у нас замок провернулся здесь расправляем так все как говорится пошло через энное место но ничего все совсем разберемся так вставляем еще раз замок этого экспандера теперь смотрим где у нас этот замок он должен быть у вас на месте циферки 6 примерно где то вот так теперь нам нужно верхний скребок маслосъемного кольца он должен быть у нас противоположной стороне цифры 6 цифра 3 смотрим верхний скребок маслосъемного кольца все верно и устанавливал противоположном управлении то есть через 180 градусов от замка не должен замок от замка на 180 градусов повернут еще все то есть так ты вот он наш верхний скребок маслосъемного кольца все верно теперь установим второе кольцо которое нижнее из двух чтобы нам потом его не тащить через верхние смотрим в книжке второе вот цифра 1 компрессионное кольцо номер два смотрим где на один компрессионное кольцо номер два один у нас внизу второе кольцо у нас является вот таким вот черненьким сейчас положу в речках ты это обозначает что это верхняя сторона а топ то есть он стоит таким вот образом на поршни 50 это его что он у нас на 0 5 миллиметра расточен то есть ремонтное кольцо для этого мне понадобится второй человек чтобы все это сделать и показать вам сейчас мы этим займемся щипцы они работают таким образом сначала позиционируем что это топ у нас здесь замок вставляется в два этих и так нажимается и разжимает компрессионное кольцо номер два у нас стоит вот здесь замком особо разницы нет куда мы замком поставим для начала но потом мы его можем провернуть поправили колечко наше зашло теперь кольцо номер один на нем также топ буковка т и 05 также вставляем его пока в эту сторону а замок потом развернем после установки нажимаем на колечко и вставляем но есть 2 есть теперь кольца наши разворачиваем противоположную сторону теперь смотрим еще раз метка здесь напротив этой метки у нас должен быть экспандер смотрим он вас сместился немножко на нем зеленая часть это один из краев то есть нам надо все это провернуть таким образом провернули теперь смотрим прижимаем где у нас скребок нижний скребок на месте верхний скребок на месте теперь у нас второе кольцо замок второго кольца принципе на месте вот он и смотрим где у нас первое кольцо тоже на месте сейчас продолжим нам понадобится такая оправка для установки поршни с кольцами и новые вкладыши размер 025 то есть это уже ремонт и написано на 2116 модель нам понадобится паста монтажная для монтажа вкладышей берем поршень скручиваем с него гаечки запоминаем как мы его поставили это передняя часть пусть будет так укладываем наши гаечки вторую и снимаем горбушку аккуратненько достаем вкладыш готова тряпочка протираем здесь это все и вкладыш на на вкладыше есть такая как скажем забойка здесь такая же и устанавливаем нижний вкладыш есть теперь на то же самое проделать с горбушкой главное чтобы ничего у нас не упало также протираем и еще один вкладыш достаем также позиционируем его все готово теперь используем пасту немножко на пальчик и на горбушку толстый слой нам здесь не нужен и на шатун готово теперь готовим оправку оправку я вытер она у меня чистенькая берем маслечко так у маслички немножко у нас какие-то примеси видать пыль попала первую порцию мы сливаем масло в котором могла попасть пыль грязь наносим масло на нашу оправку на внутреннюю часть оправки даже вот так сделаем сразу в оправку и немножко размазываем это у нас будет верхняя то нижняя то есть вот так больше на нижнюю часть потому что у нас поршень пойдет нижнюю часть она у меня такая обувала уже погнутая помятая направку приготовили теперь готовим наш цилиндр в которой у нас будет вставать поршень это первый убираем вкладыши горбушка нам наша не особо помешается главное не покупать гаечки опять немножко масла на пальчик и в цилиндр цилиндра тоже готова молодец говорил говорил и сделал до конца не обязательно мазать вниз у нас уже поршень сгребет наше масло осталось найти гайку она лежит здесь между щекой и корнем теперь нам надо наш поршень еще раз проинспектировать чтобы все наши колечки стояли на местах проверили здесь здесь спандер стоит это кольцо стоит это стоит теперь одеваем вашу оправку и придерживаем здесь на чтоб чуть-чуть торчал поршень придерживаем и крутим смотрим чтобы сжалось все и кольца у нас везде влезли все готово теперь нам надо на пальцы мотнуть немножечко чего-то там изоленту кто мотает кто кем реки одевает я сюда мотну ленты фум у меня закончилась лента фум 2 . у меня остались наматываем ее это для того чтобы шатунными болтами не ударить по шатунной шейке по коленвалу сильно не наматывает но это не надо пусть будет так кем реки бы я сюда делал но у меня нет термоусадка такого размера маленькая снова не пойдет а мне так теперь нам понадобится ручка деревянная а желательно с молотком чтобы если чем бывает можно резко пропихнуть так все проверили все спозиционировали масло паста есть смотрим где у нас перед метка 050 есть и теперь аккуратненько сюда его вкуляем установили дошли до колечек берем молоток и аккуратненько постукивание внедряем все поршень на месте оправку в сторонку поехали вот так вроде бы все стало у нас так не забыть откуда чем у нас стоит я все увидели убрал такая трещотка мистера хаммердингера у меня поворотный стол берем и поворачиваем потихонечку провернули теперь отматываем наши изоленточки ленточки и выше концы теперь где они у нас теперь наша горбушка правильно установить у нас ее смотрим где буковка готова буковка совпадает совпадает гаечки не забываем какая откуда пока наживляем и берем масло мажем на резьбу капельку чтобы смазанная была и сразу же под то место где будет у нас пресс шайба ходить здесь также смазочка и на пресс шайбу динамометрический ключ на нем у нас 39 нет он настроена то есть 40 единиц минус 1 39 затягиваем несколько этапов то есть не сразу тянем наглухо а потихонечку коснулся коснулся чуть-чуть и здесь чуть-чуть или затягиваем проверочный здесь тоже затягиваем проверочный теперь когда он полностью затянут проверочные два готова теперь нам надо сделать пометку маркером вот он маркер у меня метки ставим на гайки вперед 1 это нужно для того чтобы знать что у нас все гайки довернуты метки сделали беру раздвижную трещотку чтобы было удобнее крутить ключ на 12 он у меня почищен помыт продукт он чистый 100 процентов теперь я встаю на свой кантователь чтобы мне было удобнее проворачивать и меня не сдвинулся двигатель так позиционировали трещотку ровно под 90 градусов относительно коленчатого вала таким образом и теперь просто дотягиваю его до продольной оси коленвала коленвал пошел второй рукой держу коленвал дотягиваю есть один и второй также еще разочек только на другом уже готова теперь наши ветки которые мы наносили зелененьким теперь они были обращены вас вперед теперь они у нас смотрят продоль поперек двигателя с первым цилиндром закончили теперь все остальное точно также сейчас вот произошло именно то что не должно было случиться слушайте звук все то есть этот болт лопнул проверь сразу 2 затянется он или нет 2 был затянулся этому болту хана вытаскиваем снимаю все это выпрессовываем болт ждем новый шляпка наша полилась достанем здесь вот плохо что не видно старая она или новая мне кажется что она старая потому что момент даже не затянулся и она отлетела сейчас от моем посмотрим я вот мы продул и мы видим что сам место скола уже почернела от старости и вот всего лишь маленький кусочек который держался вот один вот с этой стороны где-то 2 вот совсем на слове маленько то есть он давным-давно уже отвалился и просто держался на честном слове скажем так если мотор еще дольше поездил ты оба оторвала еду от ивну и так ну на видео хорошо повезло что он отломился еще до того как мы стали затягивать в общем все отлично сейчас созвонимся с продавцами запчастей если у них есть возьмем нет так будем заказывать другом месте нами принято решение на том что то не на котором гаечка вот это у нас болтик лопнул шатунный подтянуть здесь до момента проверить вдруг он тоже лопнет теперь затянем его на 90 лет нужно нам еще или нет нет нормально оставляем так мы вытаскивать не будем пусть стоит здесь устанавливать два других у нас второй третий подтянули чтобы он вращался как положено и все на этом шатуне у нас тоже съехала шляпа это затянулся это все равно его затягиваем чтобы нам голова полилась вот она сейчас ее отмываю и опять посмотрим вот смотрите и здесь теперь видно маленечко серединка держала сама и вот этот вот краешек то есть по сути дела болт уже давно-давно ничего не держал то есть нам уже нужен второй болт здесь сейчас 2 протянем под угол поставим на 90 градусов чтобы проверить а то может и мухана еще раз проверяем этот у нас готов принципе если он держит значит он держит но осталось вставить только 3 может быть и здесь лопнет поэтому решили проверить на обычной видеосъемке затянулся и здесь затянулся не получилось как говорится запалить то место когда это происходит ну тем лучше нам всего 2 болта понадобится но в любом случае делать придется хоть один болт хоть 24 чего делается низкая затяжка а потом до ворот это для того чтобы на низких моментах погрешности ключей очень маленькие а потом до ворот идет чтобы точно затянулась столько сколько нужно если этого не сделать а на момент то могут не затянуться точно как положено все то есть сначала низким моментом затягивается точно что они все одинаковые а потом дотягивается уже на нужный момент и так второй и четвертый у нас шатуны они у нас будут демонтированы вместе с поршнями пальцы будет в пальце поршневые болты выбиты будут остатки от них и запрессованы новые это наш редакционный клапан мы его разобрали очистили помыли оттуда мы сам клапан еле выдернули теперь смотрите как все работает он туда упал спокойненько то есть вот мы увидим и выпал обратно теперь он работает как положено вставляем туда сам клапан пружинка колпачок и теперь намного стопорное колечко туда установить для этого нам понадобятся щипчики такие у меня с тоненькими носиками нажимаем и туда попил наш клапан на месте нажимаем на всякий случай проверяем еще раз все готово вот так он выглядит устанавливаем на этот моторчик нам привезли запчистюльки вот они болтики оригинальные оказывается их еще не так просто найти в наличии потому что в основном везде под заказ а так чтобы два и более было где-то в легком доступе их мало было короче скажем или не пользуясь просто или чего кое-как нашли взяли четыре штуки потому что перезать при перезатяжки сейчас это его шатунов могут еще отломиться поэтому для перестраховки взяли еще два штуки то есть у нас 4 так теперь по сальнику я думаю пока болтов нету сейчас сальник почищу держатель воткну приделывать все этого и готовлю вот держатель сальник вы выковырили очистили все красиво четко и стали стали перей а он шлеп и проваливается даже с пакетом как бы но не отсюда посмотрели что это за сальник сальник это от мотора 5 а 7 а ну то есть серия пришлось тоже заказать нам еще и сальник отдельных по заказу по номеру теперь он точно отсюда еще не устанавливали это тоже где-то видео будет но это в следующей серии так как эта серия у нас конкретно про установку поршней здесь мы уже навернули фильтр потому что мотор идет в сборке чтобы у вас туда не попала ничего здесь лекционный клапан мы прикрутили момент затяжки по книжке 29 ньютон уплотнителя кольца между редукционным клапаном и корпусом богу блока нет никакого почему не знаю с чем связано но его там нет затяжки 29 ньютон небольшой ключ на 17 проблем нет возьмемся сейчас за шатуны наши начнем со второго потому что у вас здесь торфит сверху проблем с ним нет проворачивать ничего не откручиваем наш шатун под них мы опять поставили стульчик снимаю горбушку вкладыш прилип на масло на смазку конечно не очень не матывать это все термоусадочку бы здесь было хорошо воткнул и она держится они вот это вот все намотки ловко постраховал так разматываю наши тряпочки ниточки ленты фумочки теперь что нам надо сделать нам надо протереть это все так это одно дело теперь пойдем вот этот обломок сейчас пойдем его выпрессовывать выпрессовать правда я пока не понимаю каким образом это все будет может гайку сюда накрутить да попробовать вытащить может быть просто выдолбить его отсюда не знаю она теперь как-то это все провернуть снимаем новый вклады чтобы не испортить сторонку поехали для выпрессовки мы используем просто шести на ранних маленького наборчика сейчас будем запрессовывать новый болт самое главное установить болт чтобы он правильно стоял чтобы он потом смог войти в плечо там для него есть место установочное если не установить неправильно то он увы и не станет пробуем давим то есть Болт установлен. Устанавливаем вкладыш до конца. Смотрим, чтобы здесь не было стружки от вкладыша. Если есть, протираем. Тряпочка где-то у меня была. Не особо чистая, но тоже падет. Готово. Теперь нам надо разобраться с кольцами, расположить зенки как были, ну или проверить, хотя бы стоят они так или нет. И втыкать обратно. Осматриваем наши кольца. Сейчас все это в оправку и двигатель поехал у нас на место. Где-то приготовил ключ, а на месте. Аккуратненько надеваем оправку. Закручиваем. Намазать вкладыш надо теперь. Пасту для вкладышей. Не успел нажать, уже посыпалось. Цилиндр у нас уже смазанный. Устанавливаем поршень. Заматывание даже не наши шатые. Вкладыши, пальцы, как их называют, болты. Так, аккуратненько. Намазали. Там у нас смазка есть. Устанавливаем. Так, теперь нам нужен молоточек. Готово. Готово. Прокручиваем назад. Снимаем наши завязочки. Так, теперь наша нижняя часть. У нас чистенькая, аккуратненько. Единственное, протереть надо посадку. На чем она ставилась? Точка, означающая перед маслом. Первую порцию масла я сливаю на тряпочку. Это для того, чтобы, если грязь попала туда пыль, чтобы она вытекла. Бяточки. Помечаем перед, где должен быть, чтобы потом знать, где он будет потом. Теперь дотягиваем на 90-х и дотягиваем до тех пор, пока он не станет продоль коленового. Второй есть. Теперь беремся за четвертый цилиндр. Бяточки по местам. Горбушку вниз. Подмотнуть вот так вот болты, которые испортили нам весь праздник сборки двигателя, могут долго еще ковырять мозг. Так, ловко у нас страхует снизу, чтобы он не вывалился. Готово. Для выприсовки мы используем просто шестеринограник с маленького наборчика. Крепко сидит. Готово. Распаковываем новый болтик. Более хорошие ножницы, но нужно подтянуть их. Он выглядит таким образом. Самое главное, здесь сейчас мы очистим, спозиционировать шляпу таким образом, чтобы она вот сюда встала. То есть, если мы так поставим, то он точно не войдет. То есть, скосом этим однозначно он ставится к плечу. Но главное, чтобы мы здесь вот не вот так поставили, что он точно туда не войдет, а именно вот так в стопроцентную точность по плечам, чтобы он вошел. В общем, сейчас спозиционируем и будем запрессовывать. Спозиционирование прошло удачно. Поставили ровно. Теперь проставочку вот такую. Сюда опять-таки-то палец с этого носка вот-то, с поршня. И потихонечку прессуем. П ago. снимаем все прибудки и смотрим поднимаем двигатель проверяем наши установки экспандер у нас маленько раздвинулся вместе с кольцами здесь вот синим это как раз середина верхним скребок сцена кольца на месте нижний скребок на месте относительно примерно друг друга по 180 градусов так этот на месте первый второй чуть-чуть сместился потому что свободный ход имеет пользу теперь нам нужна наша оправка подтягиваем новый болт видимо еще проседает немножко моменты достигнуты делаем пометки наперед и здесь наперед вот готово теперь контрольный осмотр здесь видно что повернуты наши здесь повернуты там внизу видно видно что повернуты повернуты это второй цилиндр повернутый и первый цилиндр относительно повернуты повернуты все на этом наша эпопея с установкой шпаршней закончена серия на этом заканчивается следующая серия будет про головку блока цилиндров сейчас мы будем ремонтировать и снимать то есть одна серия про ремонт восстановление что нам там понадобится следующая серия будет уже после нее в окончании эпопеи этой проверим компрессию но не компрессометром вручную посмотрим как она сильно тянет такие цилиндры можно ладошкой накрыть и будет все это легко и просто показать вам так на 19 на 19 так затыкаем ладошкой правой заткну можно даже усилие померить сейчас проверим на проворот сколько ньютон покажет 7,9,10,11,6 11 вот 11 ньютон на проворачивание просто коленвала сейчас будем проворачивать коленвал заткнутый сейчас заткну его да блин а на заткнутый коленвал уже 24,8 то есть компрессия есть обалденно все работает у меня видно и 24,8 а за счет того что тут немножко косяк на экранчике есть там показывает как 24,0 ну там 8,0 не важно 24,8 а а а а Субтитры создавал DimaTorzok